Группа пар Горького, казалось, больше никогда не напомнит о себе. А ведь в России, да и, пожалуй, во всем мире, группа уже чуть ли не со времен своего образования имеет статус легенды. Сейчас группе почти 20 лет, но их по-прежнему любят и с нетерпением ждут, что доказал недавний концерт Экспарка в Rock City. В 99-м году группа подбежалась, и у нас уже были такие частные концерты, проекты, вылазки. Я вообще жил в Америке долго. Год с лишним назад он где-то вернулся. И мы решили сделать такой концептуальный. Очень много просьб было, люди хотели слышать живьем музыку парка Горького. И никто ее, к сожалению, ни Николь Носков, ни Саша Маршин не представляет. У нас огромный багажич такой музыкальный, и тем более очень много новых идей, невоплощенных. И вот мы решили, осторожно год назад попробовали, и вдруг это в какую-то снежную лавину превратилось. Мы начали как бы это все сначала опять, заново, пока вдвоем. Мини-рюнинг такой. А сейчас вот Коля Носкова в 50-летие, он предложил нам вместе выступить в Калининском дворце съездов. Будет такой серьезный концерт, и мы вместе уже споем. И барабанчик, и Саша Львов из Америки приехал. А там, глядишь, может быть, что-нибудь запишем. Но мы в любом случае, вот с Лешей, просто есть много материала на русском языке. И он прекрасно поет. И на китайском, да. И сделаем альбом на русском языке. О своих преданных поклонниках и почитателях Белов и Яненков также стараются не забывать. И правильно делают. У нас публика очень хорошая. И народ вообще изменился, как-то стал более свободный, более прозрачный. Сегодняшний концерт в «Рок-Сити», какие у вас эмоции были? У нас очень теплые эмоции. Очень теплые. Чувствовалась энергия такая, и взаимный контакт. Чувствовалась любовь, энергия. Энергия по проводам в РАО-ЕС, скажем, там. Мы чувствовали любовь. Это очень важно. Но распад группы и существование «Парка Белова» отнюдь не означало, что песни «Парка Горького» были не востребованы. Скорее даже наоборот. По-моему, в последней «Фабрике звезды» принимали участие. Как вас вообще занесло рок-группу в такой попсовый проект? Ну, на самом деле, не группа занесла, а меня одного. Просто мне позвонил продюсер такой, Игорь Матвиренко. И вместе с руководством Первого канала «Фабрику звезды» они попросили меня спеть эту песню. Им не хватало рокового номера на «Фабрике». Но я думаю, что мы хуже от этого не стали, так сказать. Потому что мы какими есть, такими мы остались. И пели так же. Я помню, я пел, по-моему, песню «Стэр». Да, да, да. В нынешний туровый состав группы входит лишь пять человек. Но без маршала и Носкова работа вовсе не замерла, как многие могли подумать. Наоборот, легенда жива до сих пор, пусть и не в полном составе. Я Алексей Белов. Я Ян Яненко. Мы члены группы «Парка Горького». Специально для MTV Новосибирск. Новосибирск. CDD.